Добрый день! Я вас всех приветствую на своем курсе по танцу джайв для начинающих. Сегодня мы с вами разберем, как правильно исполнять данный танец. Перед этим я вам немножко объясню про теорию непосредственно нашего исполнения в теле и конкретно в наших ногах. Первое, что вы должны понимать, что танец джайв у нас исполняется с положением корпуса вперед на носках. То есть, если вы будете стоять вертикально, какое-либо исполнение или какая-то фигура вам будет даваться непросто. Тем более, ваш вес не должен быть за пятками. Вы должны понимать, что наш вес и наше положение корпуса всегда находятся на носках впереди. Но это не означает, что вы должны заваливаться. Наклонов у нас не должно происходить. Завалов назад тоже не должно происходить. Вес ваш находится на подушках. Можете попробовать перекатывать свой вес вперед и назад, чтобы ваш позвоночник оставался вертикально. Зафиксировались на подушках. Вес должен остаться впереди. Это первое, что вы должны знать. Второе, в данном танце у нас очень активно работают стопы. Очень активно работают стопы и очень активно работают наши колени. Это две составляющие, без которых джайв не будет похож на джайв. И третье, что вы должны знать. Любое действие мы делаем за счет сокращения в прессе. Первое, с чего мы с вами начнем, мы начнем с вами с работ наших стоп. Но это не означает, что у нас с вами не будут задействованы другие суставы, другие мышцы. У нас также будут в работу включены колени и наш пресс. Но самое основное, на что вы должны в этом данном упражнении ставить акцент, это на работу ваших стоп. Поставьте ноги вместе. Я вам лучше стану боком. Поставьте ноги вместе. Как я вам и сказал, вы должны четко понимать, что ваш вес всегда должен быть ближе к подушкам. Но это не означает, что должны прям сильно заваливаться. Только перенесли вес. Чувствуете пол пальцами. Итак, переходим к первому упражнению. Сейчас что будем с вами делать? Очень высоко поднимать свои пятки от пола за счет пальцев. За счет своего подъема. При этом у вас должны сгибаться и выпрямляться колени. Если я отрываю пятки, очень высоко должны отрывать свои пятки. Не чуть-чуть. Очень высоко. Прямо до полу пальцев. Колени в этот момент согнуты. В работу у нас непосредственно включается еще немножко пресс. То есть он идет на сокращение. Сейчас мы с вами будем делать в простом формате. Только на каждый счет. Раз, два, три, четыре. На нечетный счет. Поднимаем пятки. На четные опускаем. У нас есть два основных ритма для этого упражнения. Slow. Медленно, для тех, кто знает. И quick. Это быстро. Мы сейчас будем с вами делать только в формате slow. Вперед, назад. Slow. Вперед, назад. Ноги вместе. Пробуем. Slow. У. Slow. У. Упал. Slow. У. Slow. У. Slow. У. У. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надеюсь, у вас все прекрасно получилось. Немножко усложняем задачу. Сейчас мы будем делать с вами в ритме slow, slow, quick and, quick and slow. Два slow, два quick и последний slow. Итого у нас получается пять. Ножки вместе. Вес впереди. Slow. Slow. У. Quick and quick and slow. У. Медленно. Медленно. Быстро. Быстро. Медленно. Но. По счетам. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь, восемь. То есть вы должны четко понимать, что когда у нас формат slow, это мы делаем действие или движение на два счета. Неважно какие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Когда у нас идет формат в ритме quick, мы должны делать на каждый счет. Попробуем еще раз. Slow, у, slow, у, quick and quick and slow, у. Просчитаю. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь, восемь. Сейчас мы с вами попробуем сделать одну восьмерку, восемь счетов, только slow. И одну восьмерку попробуем сделать в формате slow, slow. У, quick and quick and slow, у. Ноги вместе. Положение корпуса. Пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вторая восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь, восемь. Самое главное, что вы должны знать, напоминаю вам, наш баланс, наш вес находится на положении подушки пальцев. Ни в коем случае не за пятками. Впереди, на передней части стопы. Далее. И еще одна деталь, про которую я вам не сказал. В нашей данной фигуре, в нашем упражнении, колени работают как на сгибание, так и на выпрямление. То есть, насколько я согнул свои колени, настолько их обратно выпрямил. Насколько я их согнул, настолько обратно выпрямил. Мы не можем только отрывать пятки и не можем постоянно оставаться в положении согнутых ног. Сгибаются, выпрямляются, сгибаются, выпрямляются. И мы с вами плавно переходим к следующему упражнению. В этом упражнении мы также будем работать активно нашими стопами, коленями, прессом. А также, в первую очередь, у нас в этом упражнении включается в работу наша четырехглавая мышца. За счет нее мы будем переносить с вами вес с одной ноги на другую. Сейчас, что мы будем с вами делать. Встаньте ровно. Вес впереди на подушках. Напоминаю вам про это. Далее, что мы с вами делаем. Ставим ногу на внутреннюю часть большого пальца. На подушку. Пятка оторвана. Что мы с вами делаем дальше? Относительно вертикали. Переносим вес на ногу. И начинаем выпрямлять колено. Пятка не опускается. Выпрямляем колено. После чего нам нужно опустить пятку левой ноги. В данном случае она у меня опорная. Опустить пятку ноги. И поставить ногу на подушку в другую сторону. То же самое делаем на другой ноге. Выпрямляем колено. Вес уже на ноге у меня. Опускаю пятку. Встаю на другую ногу. Выпрямляю колено. Опускаю пятку. Выпрямляю колено. Опускаю пятку. Переношу вес на другую ногу. Вы должны четко понимать, что если вы будете после выпрямления колена заходить за пределы вашей ноги, уже ничего не получится. Вы выпрямили свою ногу. Опустили пятку. И ножку ставите под свой корпус. Под свое ведущее плечо. Выпрямляем ногу. Опускаем пятку. Ногу под плечо. Выпрямляю ногу. Опускаю пятку. Ногу под плечо. В данном упражне, как я и сказал, помимо того, что у нас работают стопы, наш подъем, подъем стопы, наши колени, здесь еще включаются в работу очень активно наши четырехглавые мышцы. Если вы при подъеме, выпрямлении колена и при подъеме наверх не будете напрягать свою четырехглавую мышцу, то будет немножко проваленное действие у вас. Оно будет выглядеть примерно так. Очень тяжело. Вы должны после наступания на пол, когда поставили подушку на пол, максимально сильно напрягать мышцу, выпрямлять коленку, опускать пятку, переносить вес. Выпрямлять коленку, опускать пятку, переносить вес под свой корпус. Не за пределы корпуса, под корпус. Выпрямили, опустили пятку, поставили ножку. Выпрямили, опустили пятку, поставили. Если вы обратили внимание, нога у меня ставится под корпус практически одновременно с моментом опускания опорной пятки. Как только я опускаю пятку, сразу ногу под корпус. Выпрямляю коленку, ставлю пятку, ногу сразу под корпус. Протанцую чуть-чуть быстрее. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Напоминаю еще про то, что у нас стопа стоит на внутренней стороне большого пальца. Не на всей стопе, не на мизинце. Если на мизинце, это очень травмоопасно. В первую очередь для ваших стоп, или для ваших колен. Сейчас то же самое покажу вам со спины. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. То же самое сейчас вам покажу сбоку. И раз, и два, и три, и четыре. Обратите внимание, как у меня расположен вес. Впереди на подушках. Я не делаю это ровно. И не делаю сзади, за пятками. Все время наш вес находится на подушках. Раз, и два. Если у вас уже получается прорабатывать ножки, можете в работу при выпрямлении колена включать свой пресс. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Сейчас мы с вами попробуем под медленную музыку джаева протанцевать все упражнения, которые мы с вами выучили. Мы сначала будем танцевать с вами в полтемпа, в половину темпа музыки я буду просчитывать. Потом будем также пробовать уже танцевать непосредственно в сам темп медленной музыки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас мы с вами попробовали протанцевать те упражнения, которые мы выучили под медленную музыку в полтемпа и в темп. Если вы обратили внимание, во втором упражнении, когда я танцевал в темп, я не проваливался сразу в пятку. То есть я очень мягко продавливал свои стопы до опускания пятки. Это происходит только за счет того, насколько сильно вы будете прорабатывать свою четырехглавую мышцу. Все за счет ее работы. Ваше действие не должно быть тяжелым, не должны проваливаться и не должны приваливаться с ноги на ногу. Все компактно под собой, с переносом веса с одной ноги на другую. Не валиваться, не заваливаться. На данном уроке мы с вами изучили два основных упражнения для ваших стоп, колен и мышц пресса, а также положение нашего корпуса на подушках. Вам мой совет обязательно повторять эти упражнения дома перед зеркалом в любое ваше свободное время, чтобы ваши действия, ваши упражнения получились в правильном и верном направлении. Спасибо большое за внимание. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok